Конечно, здесь на этом блоге мы ведем разговоры о бизнесе, о деньгах, об успехе в предпринимательстве. И разговариваем, я когда говорю что-то, я исхожу из того, что здесь сидят и служат меня взрослые люди. Но я бы хотел порекомендовать относиться каждому из нас к себе и к своему делу, которое мы выбрали серьезно, со всей серьезностью, с максимальной серьезностью. Потому что в конечном итоге речь идет не о деньгах, а речь идет о наших жизнях, о счастье, о выполнении своего предназначения. Поэтому надо искать и думать не о деньгах в конечном итоге, а о счастье. А деньги это только средства. Поэтому каждый должен серьезно и честно размышлять о своем будущем, о своих целях. То есть нужно осознавать истинные цели, ради которых вы пытаетесь заниматься бизнесом. Это очень важно, особенно на начальном пути. Так или иначе, каждый сам должен думать и делать выбор. Другого пути нет. Потому что каждый имеет свое собственное предназначение, собственную индивидуальность. Есть такой человек, все его, наверное, знают. Его зовут Том Шрайтер. Я как-то слышал его тренинг. Одно время я много об этом говорил. И на этом тренинге он рассказывает о том, что всех людей и дистрибьюторов сетевого маркетинга можно разделить по цветам. На красных, синих, желтых и зеленых. Ну и смысл сводится к тому, что я сейчас расскажу, чтобы вы поняли. Расскажу, что люди эти делятся по категориям. И какие-то качества, которые превалируют, преобладают в них, они дают возможность отнести этого человека к той или иной категории. Красным, как я сказал, синим, зеленым или желтым. Ну, желтые, например. Желтые люди это те, которые любят помогать другим. Они легко узнаваемые. Когда они появляются в коллективе, то они проявляют себя как заботливые люди. Они могут подать кофе, они могут побежать, принести. Они проявляют себя, они могут подойти, даже сделать вам массаж. Ну, короче говоря, это люди, которые любят помогать другим людям. Это их суть. Отсюда, значит, эти люди должны иметь соответствующую и профессию, и способ зарабатывания, добывания денег. Люди синие, это люди, которые большей частью любят общаться и разговаривать. Как бы там ни было, но их интересует в основном общение, тусовки. Если ты им скажешь этому человеку, давай, пойдем поможем, там вот парень, ему надо, значит, помочь, в чем-то разобраться, то это его не интересует. Не потому, что он плохой, а просто он синий. Синему человеку надо быть в общении, в тусовке, в разговорах. Если ты ему расскажешь о том, например, что в нашем бизнесе надо много разговаривать и за это платят деньги, он не поверит. Он говорит, да ты что, это то, что надо. Если он увидит огромную толпу людей на мероприятии, все, он уже готов. Он готов все купить. Красные, это те, которые любят деньги и карьеру. Они всегда будут говорить о том, что люди красные, это те, которые рулят, командуют. Они жаждут больше всего успеха. Поэтому их нельзя ставить на такую работу, где им нужно помогать. Красные, кстати, всегда говорят, что они желтые, любят помогать. И, наконец, зеленые. Зеленые любят учиться. Они любят все узнавать, собирать информацию, тщательно ее складировать, разбираться в ней. Их не интересуют особо деньги. Они им нужны, конечно, но они в основном предпочитают изучать что-нибудь. Ну вот и я скажу, если представьте себе тогда, кто вы. Вот представьте, что человек заходит в какой-то зал, там сидят люди, и он один никого не знает. Если он подойдет и сядет за тот столик, где сидит один человек, не толпа, а один человек, и начнет о нем заботиться, разговаривать и заботиться о нем. То он кто? Он, наверное, желтый. А если человек зайдет в незнакомый зал и увидит, что где за столиком один человек, никого нет, или много людей. Синий, конечно, сядет там, где много людей. Через пять минут он уже будет там душой компанией. Зеленый сядет за отдельный столик и начнет изучать обстановку. А красный через пять минут уже будет рулить. Он будет командовать, кто должен сидеть, кто чем должен заниматься. Это очень просто. Так или иначе, все люди делятся в основном на четыре вот этих категории. Там есть, конечно, наверное, какие-то нюансы. Но понаблюдайте внимательно за собой, за другими людьми, и вы поймете, кто красный, синий, зеленый или желтый. И, соответственно, к ним нужен подход особый. Зачем я это рассказывал? Я рассказывал, что если ты красный, то тебе надо командовать. Тебе нужно искать такой вид деятельности, где бы ты мог проявить себя. А если ты зеленый, то не лезь к людям. Твоя работа бухгалтер, программист, вот, что-то в этом роде. И в этом ничего плохого нет. Соответственно, и бизнес вести. Короче говоря, нужно хорошо понять, к чему тебя влечет. Каково твое предназначение, какая твоя цель. Стоит ли вообще сейчас, слушая меня, ставить себе такие задачи, зарабатывать тысячу долларов? Может быть, достаточно, достаточно маленькой, простой, уютной работы и быть счастливым. Знаете, есть такая история про Джуан Цзи. Был такой ученик у Конфуции. Вот однажды он ловит рыбу на речке. Ну, философ, мудрец. А к нему пришли два чиновника из дворца, государство Пу было такое, а возглавлял его принц Чу. И вот этот принц Чу, зная, что есть такой ученик Конфуция, Джуан Цзи, очень мудрый, сделал ему предложение. На большой, высокий пост предложил ему должность. Ну, а тот стоит ловит рыбу, они приходят ему и делают предложение. Он молчит, они снова к нему. Он молчит, тогда они наседают. Он говорит, вы послушайте меня внимательно. Я слышал, что у вашего принца в его родовом храме, где-то на алтаре стоит какая-то священная, значит, шкатулка, огромный сундук, в которой лежит уже 3000 лет мертвая черепаха. Это так? Они говорят, да, у нас есть такая вот, значит, черепаха. А вот как вы думаете, это черепаха, если бы ей спросили, что она предпочитает, быть мертвой или вот в этой грязи вилять хвостом? Что бы она выбрала? Ну, наверное, конечно, жить живой, быть и хвостом вилять. Но он опять замолчал. Так что ты молчишь? Вы слышали, что я сказал? Если черепаха предпочитает вилять хвостом живой в грязи, то я тоже предпочитаю быть живым и вилять хвостом в этой грязи, свободный. То есть человек, способный думать, он выбирает то, что ему действительно надо. Начиная вот эту всю серию разговоров о больших деньгах, о бизнесе, подумайте, может быть, вам это и не надо вовсе. Может, мы зря бегаем. Знаете, есть еще рассказ у Льва Толстого о том, как мужик мечтал о земле. Вот бы мне земли, вот бы мне земли, вот бы мне земли столько, сколько я хочу. И однажды ему сделали такое предложение. Ему говорят, вон там районе, в том районе, далеко, значит, выдаю землю сколько хочешь. Там, иди там, и вот туда пробрался, добрался туда, пожертвовал деньгами, значит, там какими-то явился, и вот ему объявляют. Значит, да, мы выделяем землю столько, сколько хочешь. Вот с утра и до позднего вечера завтра по команде побежишь, и вот кто больше всех оббежит, вся земля того. Да что вы, счастливый крестьянин, рано утром уже на старте. Команда, и он рванул. Ни налево, ни направо, солнце печет, ни попить, ни поесть, некогда. Земля, вожделенная земля. Он бежал, 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 и так до вечера. Счастье, успех, столько земли захватил. Еще шаг сделал и умер. Перегрелся. Перестарался. Помер. Сколько ему надо было земли? Два метра, чтобы его похоронить. Поэтому вы думаете головой своей, определитесь в целях. Это самое важное, с этого все начинается. Определите, кто вы и зачем вы, и что вам надо.